МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Сегодня в выпуске. Защита законных интересов и прав. Анвар Закиров официально вступил в должность главного судебного пристава Чувашии. С днем рождения! В Чебоксарах появился на свет бенгальский тигренок. Ты неси меня, река! Сегодня в столице Чувашии прошел сильный ливень. С 15 июля начнется эксперимент по маркировке молочной продукции. Нововведение нужно для того, чтобы государство могло отслеживать путь товара от производителя или импортера до конечного потребителя. Это поможет в борьбе с контрафактом. Меры противодействия незаконному обороту промышленности сегодня обсуждали на заседании профильной комиссии. Контроль за молочной продукцией уже ведется. Ее производство, транспортировка и реализация фиксируются в системе электронной ветеринарной сертификации Россельхознадзора. Система «Меркурий» работает в России с 1 июля 2018-го. Сертификаты присваивают сырому молоку, но готовые молочные продукты под ее действие не попали. Хотя на стадии перевозки все еще находятся недобросовестные предприниматели. Были у нас случаи, Михаил Васильевич, мы и в прокуратуре собирались разными комиссиями. Были у нас случаи, когда сборщики молока из дома уже выезжали, и бочки молоковозных у них были заполнены на 15-20% растворенным, скажем так, сухим молоком с добавлением животного жира. Потом туда собирается молоко, и это молоко вывозилось. Система «Меркурий» позволила выявить ветврача из Татарстана, который, не имея на то прав, раздавал санитарно-сопроводительные документы. Системе «Меркурий» установлены разовые отгрузки большого объема говядины с убойного пункта Комсомольского района и ПХ КФХ Айсын. Решат Рафисович, на данную продукцию ветврачом Себятуловым, который проживает в республике Татарстан, были незаконно оформлены 16 ветеринарных свародильных документов на продукцию общим объемом около 100 тонн. Продолжается борьба и с контрафактным алкоголем. За первое полугодие изъято более 4000 литров. Заведено 65 уголовных дел. Обычно контрафакт сбывают по удивительно низкой цене. Так, по данным Минсельхоза, минимальная стоимость литра пива – 44 рубля. Если цена еще ниже – почти стопроцентная вероятность, что подделка. Это относится ко всем продуктам, в том числе и к некачественному кабелю, который используют строительные организации. Для потребителей что важно – цена и качество, так? Из-за некачественного товара цена всегда ниже. И когда под штукатурку или под многослойные уже стены закладывать – невидимо. А это последствия угрозы в разных случаях по пожарной безопасности. Так, да? Поэтому надо здесь мониторить, жестко подходить, администрировать. И никого нельзя здесь жалеть. В прошлом году наш регион вошел в пилотный проект по установке входного контроля на объектах капитального строительства. Благодаря этому удается бороться с некачественным электрооборудованием еще до начала строительства. Вот специалистами электрокабеля, то есть произведен отбор 15 образцов кабельной продукции на четырех объектах строительства, которые отправлены на независимую лабораторию специализированного органа по сертификации испытательный центр в городе Саранск. То есть по итогам проведенных испытаний контрафактной продукции не выявлено. При этом надо отметить, что есть вопросы по качеству, но здесь в рамках претензионной работы и в рамках работы с заказчиками эта работа нами ведется, то есть замечания устраняются. В общем, в области строительства провели 172 проверки качества используемых материалов и соответствия документов. Треть организаций получили предписание. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Анвар Закиров официально вступил в должность главного судебного пристава Чувашии. Соответствующий приказ подписан министром юстиции России. Сегодня с руководителем республиканского управления встретился Михаил Игнатьев. В качестве исполняющего обязанности руководителя ведомства Анвар Закиров работает в республике с декабря прошлого года. Заместитель главного судебного пристава страны отметил, что благодаря принимаемым мерам в регионе продолжает снижаться долговая нагрузка. Несмотря на большое количество исполненных производств, находящихся на исполнении в данном управлении, по первому полугодию в целом взыскано чуть менее 3 миллиардов рублей, консолидированный бюджет чуть менее 1 миллиарда рублей и непосредственно в республиканский бюджет чуть менее 100 миллионов. Обеспечен прирост по сравнению с прошлым годом. Глава региона отметил, что между правительством республики и судебными приставами налажено конструктивное взаимодействие. Ключевая задача ведомства – погашение долгов перед работниками предприятий. Еще одна тема рабочей встречи – взыскание алиментов в соответствии с законодательством. В республике на учете каждый должник. С участием адвокатов, нотариусов и с нашими должниками по алиментным обязательствам встречаемся, потому что они люди специфичные. На сегодняшний день они рассуждают по-старому, что легче уклониться от уплаты алиментов, сами лучше меня знаете, и что якобы начисление алиментов будет для них выгоднее в данном случае. А наоборот, оно играет им минусом тем, что сумма начисляется по-иному как раз больше, когда работаешь нелегально. Защита законных интересов и прав – приоритет в работе ведомства, отметил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика. Далее правовые новости от компании «Гарант». 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получат многодетные семьи. Президент России подписал закон о предоставлении многодетным семьям государственной поддержки в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере не более 450 тысяч рублей в счет погашения ипотечного кредита. Он вступил в силу 3 июля 2019 года. Получить данную выплату смогут граждане России, мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети, и которые являются заемщиками по ипотечному кредиту. Доходы, полученные многодетными семьями по программе господдержки в части погашения обязательств по ипотеке, освобождены от уплаты НДФЛ. Если осложить 450 тысяч рублей с материнским капиталом и налоговым вычетом, получится весомая поддержка для многодетной семьи, говорят эксперты. С 1 ноября 2019 года вступает в силу требования Европейско-Азиатской экономической комиссии, которая утверждает использование электронных паспортов транспортных средств. То есть с этого момента бумажные паспорта на вновь выпущенные или ввезенные автомобили перестанут выдаваться. С ноября 2019 года свидетельства о регистрации транспортного средства и бумажный паспорт транспортного средства будут выдавать по новым формам. Формы претерпели незначительные изменения. В частности, в СТС добавятся указания на одобрение типа транспортного средства, но исчезнет строка – мощность двигателя. А в ПТС строки, разрешенные максимальная масса и масса без нагрузки будут переименованы в технически допустимая максимальная масса и масса в снаряженном состоянии. Появились рекомендации для предпринимателей по вопросам блокировки счетов. Информация размещена на официальном сайте Банка России. Его подготовили представители Торгово-промышленной палаты России, Агентство стратегических инициатив и общественное объединение. Рекомендации включают инструкции и практические советы, которые призваны помочь бизнесменам разобраться в причинах отказа от проведения операций и заключения договора банковского счета кредитными организациями. В частности, поясняются права банка при выявлении операций, имеющих признаки подозрительных или признаки операций, подлежащих обязательному контролю. Причисляются действия банка по истечении периода рассмотрения полученных документов и информации, а также правомочия по совершению действий в отношении клиента, имеющего повышенный уровень риска. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. Более 4000 пар в Чувашии живут в любви и верности более 50 лет. Такова статистика по Республике. Им есть о чем рассказать молодым семьям. О своих рецептах счастливого брака за круглым столом рассказывали умудренные опытом пары. Каждая из них прожила вместе уже довольно долго. Например, Наталья и Владимир Кузьмины в браке уже 37 лет. Оба тренеры по лыжному спорту. Так что семья у них спортивная. Трое детей и четверо внуков. Все со спортом на «ты». Мы и внуки, и внучки мимо, и на коньках, и на лыжах, и в бассейн ходим. У нас все время вместе. Здоровье семьи самое главное. Я думаю, главное – единомышленники. Именно спорт объединяет нас. Олег и Татьяна Язевы женаты совсем недавно. Но в их семье уже есть традиции. Вот одна из них. Раньше в Советском Союзе, если помните, были фотографии такие все. Садились в одну линию. Мамы в шапках, папы в шапках, дети. И вот каждый год так фотографироваться. Вот так же как-то на фоне, скажем, белой стены. Создать какую-то тоже традицию. Казалось бы, это вроде старо. Но все равно интересно каждый год запечатлевать какие-то такие моменты. И потом смотреть, как эта семья растет. Спустя, там, скажем, 30-40 лет, я думаю, будет очень интересно взглянуть на все это дело. Счастливых семей должно быть больше. Это одна из главных задач государства. Всевозможные меры поддержки, профилактическая работа с молодыми помогают сократить число разводов. На протяжении последних пяти лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции в этой сфере, по данным Росстата, за 2018 год. За пять месяцев этого года в Чувашии появилось почти полторы тысячи семей. У Новочебоксарской раскрыто двойное убийство. В следственном управлении Следственный комитет России Почувашии сообщает, что 52-летний подозреваемый задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 5 июля подозреваемый, находясь дома у своего знакомого, в ходе ссоры возникшей между ним и двумя мужчинами в возрасте 30 лет и 31 года, также пришедшими туда в гости, нанес им несколько ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие были доставлены в лечебное учреждение, однако от полученных ранений скончались в тот же день через короткий промежуток времени. Подозреваемый был задержан и первоначально отрицал свою вину, однако после проведения неотложных следственных действий и закрепления доказательств его причастности к содеянному, он сознался в совершенном особо тяжком преступлении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что в 2015 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судимость за указанное преступление в настоящее время не погашена. Еще вчера МЧС предупреждала о том, что сегодня в Чувашии ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 19 метров в секунду, возможных обрывов проводов и сбоев в работе транспорта. Урагана не случилось, однако после дождя Чебоксара буквально ушли под воду. Буквально за полчаса в столице Чувашии выпало такое количество осадков, что улицы превратились в реки. Кадрами жители города делились на портале за рулем. Я однажды в такой ливень ремень генератора потерял на десятке. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что многих проблем можно было избежать, если бы дорожные полотно и тротуары были выше уровня почвы и газонов. Вся вода бы стекала с дороги. Я тоже не специалист, но мне кажется, что вода будет уходить быстрее, когда научатся ливневке устанавливать ниже уровня асфальта, а не выше. Вот такие кадры записал видеорегистратор машины, на которые ехала наша съемочная группа. То ли еще будет. Дожди, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время не прекратятся. Общественная палата Российской Федерации проводит ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект в моей стране» в области гражданской активности. Он адресован всем неравнодушным людям, готовым заняться общественно полезной деятельностью. Выявить наиболее значимые общественные инициативы, направленные на улучшение качества жизни, с такой задачей выступила Общественная палата России. В конкурсе могут участвовать жители нашей страны, успешно реализующие социальные проекты на федеральном, региональном и местном уровнях. Всего 14 номинаций, начиная с поддержки спорта и заканчивая социальной помощью. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как актуальность, социальная значимость и перспектива развития гражданских практик. Победитель, набравший наибольшее количество баллов, награждается денежным призом в размере 200 тысяч рублей. Прием заявок продлится до 26 августа. Зарегистрироваться и узнать подробности о положении конкурса возможно уже сейчас на сайте проектстране.рф. Лето. Не только время для отдыха, но и один из шансов проявить себя. Молодежь Чувашии готовится к 10-му фестивалю вожатского творчества. Вожатые – люди креативные. Их задача – организовать интересный и запоминающийся отдых для ребят. Для этого в Чувашии организуют педагогические слеты. На юбилейной встрече студенты-вожатые представят публике весь спектр своих талантов. Уже определены номинации, в которых они будут соревноваться. Пенсивальный батл, конкурс сценических клипов, видеороликов, театральных костюмов по итогам четырех конкурсных направлений будут определены победители и обладатель гран-при всего фестиваля. Напомним, первый фестиваль прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Звездный» еще в 2010 году, как фестиваль вожатской песни. Тогда участниками стали 9 педагогических отрядов Чувашии. В Чебоксарах появился на свет бенгальский тигренок. Принесшая потомство хищница приехала в столицу республики в труппе цирка «Шапито» из Москвы. На смотри, но к новорожденному артисту пригласили нашу съемочную группу. Ты мой золотой. Ты мой золотой. Ой, детей защищай. Видеосъемка за кулисами цирка не каждому по нраву. Во владениях полосатых артистов журналисты с камерой – непрошенные гости. Но все же даже за таким грозным рычанием скрывается игривый характер, уверяет дрессировщик. Сейчас у животных плотный график репетиций. Новоиспеченной маме пока положен покой, а ее детенышу постоянный уход, как ребенку. Тигренок находится под присмотром профессионального дрессировщика. Рустам Матчанов говорит, что у растущего организма проснулся зверский аппетит. Она сейчас каждый день литр молока пьет. Литр молока. Вот литр молока. Вот утром столько пила, осталось чуть-чуть. Даем, как его, сколько, 2,5-3,5 жирности. Она пьет молока. Каждый день литр молока и пара яичек сырой. Утром мы даем, у него двухразовое питание сейчас. Мы все условия создаем, все, чтобы она нормально родила. Вот понимаете? Поэтому она, если бы не нормальной не было, она бы не дала бы это ребенка. Новорожденный тигренок – артист в четвертом поколении. Сейчас на арене цирка выступают его мама и бабушка. Дрессировка хищника может начаться уже через полгода. Вот у меня 11 месяцев уже, в этом городе они пошли на работу. Вот этим малышам 11 месяц уже работать с мамой, с бабкой выходят. Но все равно до года, до 2 года они как дети. Играют, балуются, ничего не сделаешь. Ребенок есть ребенок. То, что новорожденный оказался самцом, дрессировщик называет удачей. Тигрец в цирке Шапито сейчас большинство. Самый опытный питомец труппы – 15-летний тигр Амур. Для хищника это почтенный возраст. Что он захочет, он тут будет делать. Ну, работает. Он самостоятельно ваз танцует. Кто сам, спасибо. Там у него много работы. Он самый спокойный. Самый опытный. Самый опытный, он самый спокойный. Он никому не кидает, никому ни с кем не дерутся. Имя тигренку предлагают выбрать чебоксарцам. Предложения горожан принимают в социальных сетях. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Это все новости вторника. Далее интересная информация. До встречи в эфире. Супруги Пышнины после рождения второго ребенка задумались о расширении жилплощади. А тут как раз подоспело постановление правительства, согласно которому семьи с детьми могут брать льготную ипотеку. По субсидируемой ставке 6% годовых. Говорят, даже не верилось. Выбрали квартиру в своем же районе «Радужный». Быстро собрали необходимый пакет документов и еще раз были приятно удивлены. Господдержка рассчитана на 6%. И благодаря страхованию жизни можно сократить ставку до 5%. Естественно, мы воспользовались этим моментом и получили процентную ставку в 5%. Это вообще шикарно. То есть 5% это уже подходит в принципе к европейской, к американской тоже самой ипотеке, где мы знаем, там и по 3% может быть. Так что я так считаю, что у нас государство идет в правильном русле, именно в поддержке развития молодой семьи. При этом льготная ставка распространяется на весь период действия договора ипотеки. Банком ВТБ в апреле этого года принято решение о снижении процентной ставки по подобного рода кредитам с рекомендуемых правительством Российской Федерации 6% до 5%. Срок данного кредита до 30 лет. С точки зрения первоначального взноса мы принимаем как материнский капитал, так и сертификат «Молодая семья». При этом первоначальное вложение должно составлять от 20%. Причем ставка 5% годовых, она действует при условии имущественного и личного страхования. Нововведение призвано помочь не только семьям с детьми, но и строительной сфере. Льготную ипотеку дают на покупку первичного жилья. Это может быть новостройка или готовая квартира в новом доме. В целом же для разных категорий заемщиков немаловажно и какой строительной организации отдать предпочтение. Дело в том, что при выборе определенного застройщика можно и сэкономить. Так некоторые компании часть расходов будущих новоселов берут на себя. Застройщик за счет собственных средств субсидирует 2% от базовой банковской ставки по ипотеке. Основным условием участия в программе для потребителей является наличие первоначального взноса не менее 30%. То есть это собственные средства долевиков. Приобрести квартиру по программе субсидирования от застройщика можно как в строящихся, так и в готовых домах. Снижение ставок по ипотеке повышает доступность жилья. Доля сделок, совершенных с привлечением таких кредитов на рынке растет, как и темпы жилищного строительства. В этом году в Чувашии планируется вести в строй более 670 тысяч квадратных метров жилья. Сотни молодых семей готовятся к новоселью. Лидия Галаксенова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.